7 апреля 2000 года, через полторы недели после избрания Путина на первый срок, в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке сел самолет из России. Обычный рейс, какие летают каждый день. Уставшие от долгого перелета пассажиры потянулись на паспортный контроль. В числе прилетевших был рослый мужчина, бывший борец греко-римского стиля Борис Иванюженков. Он же первый путинский министр спорта в 1999-2000 годах. Министр прилетел в США по обычному красному паспорту для каких-то переговоров с легионерами НХЛ. Однако попасть в Америку министру греко-римского стиля оказалось непросто. На паспортном контроле к нему подошли трое в штатском. Проверили документы и сообщили, что виза ему аннулирована, а он сам должен немедленно покинуть территорию США без объяснения причин. Потянулись долгие 10 часов в местном обезьяннике, пока посольство РФ и МИД вели переговоры с властями США, чтобы русского министра все-таки впустили в Америку. Наконец уговорили, его впустили на несколько дней с какой-то временной справкой, но он должен был явиться в офис службы миграции для принятия окончательного решения. И такое решение было принято. 13 апреля 2000-го министр спорта России, действующий, был окончательно депортирован из США. Можно сказать, под зад коленом. Удивительно, но такой вопиющий, казалось бы, факт почти не вызвал реакции в России. О нем не кричало телевидение, промолчал Путин, пресс-служба правительства. Вышла заметка в комсомольской правде, да и то без особых деталей. Власти РФ почему-то очень не хотели привлекать внимание к этому делу. В июне 2000-го министр Иванюженков был тихо уволен и заменен на своего первого зама Павла Рожкова. Правда, это не было какой-то уж опалой. В последующие годы Иванюженков был президентом Федерации бокса России, заседал с Путиным в президентском совете по спорту, получал ордена и даже был депутатом от КПРФ в Госдуме 2011-2016 годов. Но что же произошло с господином министром, борцом и коммунистом тогда, в Америке, в апреле 2000-го? Ничего особенного, друзья. Дело в том, что Борис Викторович Иванюженков на самом деле уголовный авторитет Подольской ОПГ по кличке Ротан. А Ротан – это такая рыба типа бычка, хищная и прожорливая. Подольская ОПГ, в которой Ротан состоит с момента основания, одна из самых мощных криминальных организаций России. Причем как при Ельцине, так и при Путине. Она ни в чем не уступает ни знаменитой Солнцевской ОПГ, Михась, Могилевич, Усманов, ни Тамбовско-Малышевской братве из Питера, Трабер, Васильев, Гена Петров, с которой Путин делал дела еще в мэрии Собчака. Известный уголовный деятель Леонид Ройтман, Леонид Длинный, который все 90-е провел в бригаде киллеров, разъезжавшей между Нью-Йорком, Киевом и Москвой, как-то заметил, что вся оргпреступность в бывшем СССР была на самом деле замкнута на четырех больших ОПГ. И Подольские в этой большой четверке тоже присутствуют. На территории СНГ в 90-е годы, это мое личное мнение, было четыре группировки. Солнцевские, Измайловские, Чечены и Подольские. Остальные уже замыкались на одну из этих группировок. Криминальный авторитет Леонид Ройтман, Леонид Длинный, участник ОПГ Могилевича в 1990-х годах. Из интервью на Дэвид Зон Радио США 12 октября 2014-го. Основали Подольскую ОПГ в конце 80-х три бандита. Лучок, Ротан и Поп. Лучок, Сергей Лолакин, бессмельный лидер подольской группировки уже почти 30 лет. В советское время учился с Ротаном в одном ПТУ. Работал на овощной базе. Отсюда и кличка. Более позднее фото. Лучок в центре и боксеры, которых он спонсирует. Рабочий кабинет лидера ОПГ в наше время. Это вам не овощная база. Лучок – единственный криминальный авторитет в России, кто сам о себе снял документальный фильм. Он так и называется «Сергей Лолакин. Быть добру». Полтора часа рассказов, какой Лучок – праведник, меценат и патриот России. Все это примежается с философскими размышлениями уголовного авторитета на разные темы. Например, что памятники Ивану Грозному надо поставить в каждом крупном городе страны. Царь, которому даже в царской России не ставили памятников, оказывается, очень вдохновляет Лучка. Естественно, кое-что в фильм не вошло. Ни слова про 30-летний стаж рэкета и бандитизма, ни про то, что патриот Лучок купил себе, жене и двум сыновьям вид на жительство в Эстонии по линии бизнеса миграции, а еще торговля оружием, наркотой, финансовая схема «Ландромат» – вывод из России 20 миллиардов долларов в 2011-2013-м, которую организовал Лучок совместно с ФСБ и родственниками Путина. Все эти мелочи оказались за кадром. Правая рука Лучка – Боря Ротан, это который министром был. Мастер спорта по борьбе, в 90-е знатный подмосковный рикетир. Лично участвовал в перестрелках, убийствах, расчленении трупов после разборок. Ташкент, апрель 2014 год. Уголовный авторитет Салим, Салим Абдувалиев, узбекская мафия. Салим с начала 90-х – один из двух главных поставщиков афганского героина в Россию. Второй – Гафур Черный. Второе – уголовный авторитет Ротан, Борисова Нюженков, Подольская ОПГ. Боря Ротан – первый путинский министр спорта в 99-2000 годах. Депутат Госдумы от КПРФ в 2011-2016. Авторитет Сергей Попов, Поп, Поп Подольский, третий – основатель Подольской ОПГ. В 90-е годы, еще при СССР, был арестован за рэкет, провел в тюрьме два с половиной года, сидел в одной из камер с Лукьяновым, известным соратником Горбачева, который попал туда по делу ГКЧП. Причем они там скорешились – подольские рэкетиры, бывший член ЦК КПСС. И поддерживали отношения потом на воле. Выйдя из тюрьмы, Попов стал коммерческим директором Подольской ОПГ. Представлял ее интересы в различных бизнес-проектах. Кроме того, Поп стал главным по связям с Измайловской ОПГ, с которой у Подольских много лет стратегический союз. Иногда даже говорят о «единой» Подольской-Измайловской ОПГ. Авторитет Попов – слева с другом. Боевая бандитская молодость. Дерипаска, да, он самый. Они были знакомы много лет, а в 2003 году Дерипаска даже сделал Попова крестным отцом своей дочери. Что их связывает? Общее уголовное прошлое. Судя по материалам судов между Дерипаской и его бывшим партнером Михаилом Черным, которые шли в 2006-2012 годах в Лондоне и Тель-Авиве, алюминиевый король России Дерипаска получил свои заводы благодаря силовой поддержке Подольской и Измайловской ОПГ. Именно они там всех и зачистили. Простые парни из Подольска, лучки и ротаны помогли Дерипаске выйти в люди. Не бесплатно, конечно, но некоторые потом все же сочли, что он с братвой не рассчитался. В частности, мультимиллионер Михаил Черной. Он, Дерипаска, был мне как сын, вы должны понять. Мой сын, мой мальчик. Он может говорить сегодня все, что угодно. В декларации, поданной им в британский суд, утверждается, что даже Попов, который был крестным отцом его дочери, один из глав мафии. Это дает представление о ментальности человека, который стоит за всем этим. Он встречается, обнимается и целуется с людьми, которых он называет мафией. Когда дело касается денег, люди забывают, кто они. Михаил Черной, Миша Крыша, авторитет Измайловской ОПГ. Из интервью израильской газете Гаарец. 24 ноября 2009. Вы никогда не задумывались, друзья, почему олигарха Дерипаску не пускают в Америку, как и ротана? И ведь много лет уже, как он не старается? В марте 2017 на арктическом форуме в Архангельске Путин выразил недоумение, почему Дерипаску так обижают. Пусть, мол, поедет в Конгресс США, выступит там лично, объяснится с пацанами. Может, уговорит и санкции снять? Это правильно. Пускай втроем сразу едут, вместе с Лучком и Попом. Кто ж на стрелку в одиночку ездит? И ротана пусть захватят. Думаю, выступление подольской братвы в Конгрессе США запомнится надолго. Даже Путина после этого перестанут пускать. Пекин. 2014 год. Путин и Дерипаска на встрече стран АТЭС. Агитируют инвесторов вкладываться в Россию. Путин от Тамбовско-Малышевской братвы, Дерипаска от Подольско-Измайловской. Возвращаясь к авторитету Попу, стоит заметить, что помимо Дерипаски у него есть и другие, не менее интересные друзья. Например, вот такие. Сергей Эфрос – близкий друг Попова. Бандитская бригада Эфроса из Сан-Франциско – это партнеры Подольских в Америке. Еще 20 лет назад бригада Эфроса упоминалась на слушаниях в Сенате США по русской мафии 15 мая 1996-го. ФБР включила ее в список наиболее активных эмигрантских банд в США на тот момент. Чем занималась бригада Эфроса в Калифорнии? Тем же, чем братваз Брайтон-Бич в Нью-Йорке. Убийства по найму, рэкет, наркотики, аферы с бензином в качестве младшего партнера у итальянцев Коза Ностро. Материалы слушаний в Сенате США 15 мая 1996-го года по русской мафии. Список наиболее активных банд. Солнцевские Сергей Михайлов, организация Иванькова, Япончик, организация Могилевича, организация Кикалишвили, Кобзон и другие, организация Сергея Эфроса. Нетрудно видеть, что Подольская ОПГ давно переросла масштабы Подольска. Это глобальная организация, а с учетом ее альянса с Измайловской ОПГ, вместе они вообще самая крупная криминальная группировка в России. Причем она стала таковой еще до Путина, уже в 90-е. Не случайно первый в истории России министр, криминальный авторитет был именно из Подольских. Принято считать, что Путин представитель питерской мафии, продукт бандитского Петербурга, но не только его. И бандитской Москвы тоже. С 96-го года Путин работал в Москве в администрации Ельцина, а с 98-го был у него директором ФСБ. А ФСБ много лет на самом высшем уровне крышевало Подольско-Измайловскую ОПГ. Все эти мафиозные связи никуда не делись. Путин их унаследовал и переключил на себя. Неудивительно, что потом при Путине президенте Подольская и Измайловской ОПГ стали еще круче, чем были при Ельцине. Лихие 90-е детский лепет по сравнению с тем, что творили тот же Лучок и его бригада после 2000-х. Достаточно сказать, что в какой-то момент, 2010-2014 годы, в Подольске находился, по-видимому, самый крупный в мире центр по отмыванию денег. Через местный Промсбербанк и другие банки Подольской ОПГ по различным схемам было выведено за рубеж и обналичено около 50 миллиардов долларов. Причем эти деньги в значительной степени Путина и его друзей. Олимпиада, подряды РЖД и тому подобное. Одним словом, встали с колен, ребята. В борьбе с коррупцией мы пойдем до конца, невзирая на лица и в рамках закона. ВВ Путин из выступления перед представителями фракции Госдумы РФ 30 ноября 2012 года. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ 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 Подольская ОПГ появилась в конце 80-х годов. В Подмосковье, как обычная банда спортсменов-рэкетиров. Начинали, как все. Авторитет Лучок крутил колпаки, крышевал наперсточников. Ротан и Поп трясли коммерсантов. Авторитет Мефодий, Михаил Калугин, вывозил непонятливых на заброшенную фабрику, где проводил разъяснительные беседы. Жаль, сам погиб в 98-м прямо на допросе в Подольском Рубопе. Пытался задушить следователя и получил 4 пули в упор. Наводил ужас в городе авторитет армян, Николай Данилян. Еще один соратник Лучка, наркоман и беспредельщик. Видными членами бригады были также Николай Перевязкин, киллеры-братья Воршевы и другие достойные люди. Бригада Лучка быстро вытеснила прочие банды из Подольска и начала экспансию в другие районы Московской области и даже в другие регионы. С 93-го заработал филиал в Волгограде, за который отвечал авторитет Анатолий Никишин, Толя Шкаф, бывший чемпион СССР по дзюдо. В Волгограде Подольские действовали максимально жестко. Счет убийств шел на десятки, но свое место в этом регионе они застолбили. Правда позднее Лучок и Шкаф поссорились и тогда в 97-м Шкафа тоже расстреляли в своем джипе около гостиницы Царицыно в Москве в связи с утратой доверия. Это было в мае 97-го, а уже в июне 97-го на дороге недалеко от своей дачи Лучка ждал фугас. Но ему повезло, пошел ливень и контактность замкнула раньше времени. Бандитизм опасный бизнес, чего говорить. Однако банда Лучка жила не только рэкетом и убийствами, хватались за все, что приносит деньги. Это было время финансовых пирамид. Аферисты разводили лохов, собирая деньги всеми возможными способами. В 92-м Подольские крышевали сахарную аферу, она же схема Жесави. Фирма с таким названием собрала более 20 миллионов долларов со 140 частных фирм и госпредприятий под будущие поставки импортного сахара. Собрали и пропали к большой радости Лучка и его бригады. Другой аферой Подольской ОПГ была пирамида Властелина в 92-94 годах. На сей раз пострадало около 16 тысяч частных лиц. Не брезговали ребята и воровством из бюджета. В 93-м бюджет выделил деньги на дом в Смоленске для офицеров танковой части, которую вывели из Германии. Но подряд отдали Подольской ОПГ и деньги пропали. В январе 95-го главная военная прокуратура РФ возбудила уголовное дело против Лучка по этому поводу. По данным следствия, часть денег, украденных у бесквартирных офицеров, Лучок потратил тогда на дорогие автомобили, купив себе и братве три джипа Гранд Чироки. 10 октября 95-го Лучок был арестован за хищение и мошенничество. Но неожиданно за него вступились какие-то покоровители. Уже через 10 дней он вышел под подписку, а потом дело и вовсе замяли. Когда-то в молодости Лучок отслужил срочную ВДВ. Теперь он видный деятель Союза десантников России. Подобострастное поздравление Лучку с днем рождения от этой организации. Там что-то про заслуженный авторитет у всех поколений десантников, что Лучок находится на самом плодотворном этапе, когда богатый опыт гармонично сочетается с мудростью и знанием жизни. Опыт богатый, да. Письмо от семи офицеров-танкистов, которых Лучок обокрал в 90-е, тоже неплохо было бы вывесить на сайте Союза десантников. Или десантник танкисту не товарищ? 4 декабря 2014 года министр Мутко вручает Лучку Орден Дружбы. Лучок Корт. Ну, раз Лучку Орден, то и Ротану тоже. Только ему Орден Почета. Согласно описанию, Орден Почета в России дают за высокие достижения в деятельности, позволившие существенным образом улучшить условия жизни людей, за заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров, воспитании подрастающего поколения, поддержании законности и правопорядка. Это точно. Деятельность Подольской ОПГ существенно улучшила условия жизни отдельных людей, а про поддержание законности говорить нечего. Хотя, может, там воровской закон имеется в виду. Когда Ротана назначили министром в 99-м, ряд газет, совершенно секретно коммерсант, опубликовали материалы из его оперативного дела, которое велось в Рубопе длительное время. Все-таки кое-какая свобода пресса в России тогда еще была. Содержание этого досье впечатляет. Например, в 89-м Ротан сидел в СИЗО Серпухова за групповое изнасилование, но отмазался. А в 92-м у Лучка вышел конфликт с бандой «Психа» подмосковный авторитет Сергея Федяев. 26 августа 92-го Ротан с братвой подъехали к нему на стрелку в поселок Александровка под Подольском и «Психа замочили». Труп вывезли на машине, расчленили, отрубили голову, облили бензином, сожгли и бросили в лесу у дома отдыха лесные поляны. Это я биографию министра излагаю, если чё. Но «Псих» на разборке был не один. Его соратники успели смыться и вывезти раненых. Водитель «Психа» по кличке «Пузырь» протянул ещё пять дней в реанимации и успел рассказать ментам, кто стрелял по ним. А стреляли трое. Ротан и ещё два бандита. Все мастера спорта по борьбе. 6 ноября 2012-го. Кремль. Заседание Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Сейчас Ротан возьмёт слово и расскажет, как он трупы расчленял под Подольском в 90-х. Шутка. И тут ему Путин ещё один орден почёта даст. А может и героя. Ещё немного из оперативного дела Ротана. В 94-м возник у подольских конфликт с ингушами за техцентр на Варшавке. Один из самых крупных автосервисов Москвы. Ротан с пацанами решили вопрос. 14 февраля 94-го на автодороге Подольск-Домодедово у деревни Покров машину с ингушскими бандитами расстреляли. Четверо убитых, двое раненых. Один из ингушей Ротана потом опознал. Расстрел этот прогремел на всю область, но дело и тут заглохло. Однако примерно с 95-го в жизни Бори Ротана наступает новый этап. Он перестаёт участвовать в перестрелках, расчленять трупы и валить ингушей на трассах. Его начинают двигать в публичную сферу. Он резко становится меценатом, спонсором, главой боксёрского клуба «Витязь» в Подольске. В 97-м избирается депутатом от Подольска в Московскую областную думу. Ну и через пару лет выходит на широкий простор. Москва. Через полтора месяца после этого указа Ельцин назначит Путина преемником, а Боря Ротан почти год будет работать у него в правительстве. И работал бы дальше, если бы не тот прокол в аэропорту в Америке. Кто помог Ротану стать министром? Всё-таки не каждый день и не в каждой стране откровенные уголовники, ещё недавно расчленявшие трупы по лесам и сидевшие в СИЗО за групповое изнасилование, попадают в правительство. Официально сам Ротан в своих интервью всегда говорил, что ему помог Карелин, олимпийский чемпион по борьбе, с которым он познакомился в юности на спортивных соревнованиях. Однако Ротан надвигал не только Карелин. Были и люди посерьёзнее. 1 сентября 1999-го в газете «Совершенно секретно» вышла статья про Иванюженкова с обзором его биографии. Автором была Лариса Кислинская, известный журналист «Криминальной хроники». Вскоре после этого, в октябре 1999-го, она же взяла интервью у авторитета тайванчика Алимжана Тахтахунова, которая вышла в газете с сокращениями. Что не вошло, Кислинская рассказала только 14 лет спустя, в мае 2013-го. «Я вспомнила другие слова Алика. Когда мы прощались в 1999-м, он сказал, «Зря вы про Бориса Иванюженкова написали плохо. Он хороший парень. Мы его министром сделали». Сочи, 1980-й год. Алик Тайванчик на отдыхе. Тогда он еще не назначал министров России и зарабатывал игрой в карты. Приобрел широкие связи, потом стал одним из основателей Измайловской ОПГ в Москве, Дружественной Подольске. Кстати, Тайванчик теперь член Союза писателей России, большой поклонник Путина с Медведевым, чего не скрывает. «В России народ тяжелый. Я наблюдаю за Путиным и Медведевым. Они мне нравятся. Очень много работают и хотят сделать жизнь лучше. У них получается. Но за 10 лет так страну разрушили. Вырос новый сорт людей, у которых деньги бегут впереди совести, чести. Никто работать не хочет». Тайванчик. Уголовный авторитет, в советское время карточный шулер. Отбывал срок за тунеядство. Из интервью в газете «Московский комсомолец» 31 мая 2012-го. Вообще, Тайванчик по происхождению уйгур из Узбекистана. Тяжелый народ, никто работать не хочет, без Путина и Медведева им не выражить. Это про вас, дорогие россияне. Я думаю, стоит прислушаться к мнению этого авторитетного человека, уйгура из Измайловской ОПГ. Все-таки опыт у него большой. Всю жизнь в уголовной среде. Ну, с краткими перерывами на заседание Союза писателей. Измайловский авторитет Тайванчик не зря сказал про Борю Ротана, что мы его министром сделали. Важнейшей вехой в истории Подольской ОПГ стал их альянс с Измайловской группировкой, который возник не позднее 1993-го года. Измайловские тогда стояли выше в криминальной иерархии. В отличие от бригады Лучка, у них в руководстве была не только молодежь из спортзалов и качалок, но и старые советские мафиози. Цеховики из Ташкента, братья Черные, их земляк Тайванчик. Лидером Измайловской ОПГ был бывший десантник Антон Малевский. Антон Измайловский – Антоха. Участник войны в Афганистане. Колоритный персонаж со шрамом через все лицо и полуотрезанным ухом. В зигзаге генетики Антон Измайловский происходил из интеллигентной московской семьи. Его отец Виктор Владимирович Штейнберг был крупный ученый-сейсмолог, работал в Институте физики земли. Сын взял фамилию матери, Ольги Малевской, а и после службы в ВДВ подался в бандиты. Старые мафиози, братья Черные и Тайванчик, а также товарищи Слубянки, приметили парня и дали путевку в жизнь. Измайловские в 90-е ворочали миллиардами, работали с русской мафией в Америке, с таможенными льготами Национального фонда спорта и патриархии. Льготы эти в Кремле пробили бандиты, и использовались они для завоза спиртного и сигарет. В Средней Азии измайловские работали с Салимом, Салим Абдувалиев, который поставлял в Россию афганский героин. В Африке измайловские вместе с СВР и ГРУ продавали оружие в Анголу во время гражданской войны там и проворачивали махинации с ангольскими долгами России. Представителем измайловского ПГ в Африке был бизнесмен-мигрант Аркадий Гайдамак, старый агент ГРУ. Аферы с долгами помогали проводить чиновники Минфина, Андрей Вавилов и Михаил Касьянов. Последний был потом у Путина премьер-министром в 2000-2004. Но самым главным бизнесом измайловской ОПГ было, конечно, рейдерство. Тут измайловские обошли всех. Захватывали пачками заводы и целые отрасли. Очень быстро сложилась целая бизнес-империя. Управляли всем этим хозяйством специально обученные люди, приблотненные коммерсанты. Дерипаска, Искандер Махмудов, Джалол Хайдаров, Владимир Лисин и другие. У них не были обычные отношения бизнесмена с крыши, когда бизнес твой личный, а ты просто отстегиваешь оговоренную дань бандитам. Там было партнерство. Сначала они вместе захватывали завод, обычно под трупом, потом вместе доили. Многие нынешние олигархи в путинской России, в том числе алюминиевый король Дерипаска, медный король Искандер Махмудов, стальной король Лисин, выходцы из измайловской ОПГ. Невероятный взлет измайловских в 90-е привел к тому, что их лидер Антон Малевский, которому едва исполнилось 30 в то время, стал авторитетом всероссийского масштаба, фигурой уровня япончика. Из протокола допроса Джалола Хайдарова, бывшего директора Качканарского ГОКа, железные рудники на Урале. Полиция Израиля 28 декабря Миша Черный и Искандер Махмудов всегда говорили мне, что в случае проблем с другими группировками, я должен говорить, что работаю с измайловскими. Если бандиты не знают Мишу Черного, то надо говорить, что я работаю с Антоном Малевским. Главарь измайловской ОПГ Так как Антона знают все. Как-то раз в 97-м году ко мне в офис на завод Урал Электромедь в Свердловске в месяц, не помню, пришел вор в законе Трофимов по кличке Трофа и потребовал от меня какие-то деньги с Кировоградского медиплавильного комбината. Я сказал ему, обращайся с этим делом или к Мише Черному, или к Антону Малевскому. И он сразу ушел. Также примерно в 97-98 году ко мне в офис в Свердловске приходил вор в законе по кличке Кора. Он требовал денег, и я отправил его к Мише Черному и Антону Малевскому. Он сразу ушел. При этом ни Миша, ни Антон ни разу не приезжали на Урал. Для подмосковного Лучка и его бригады Альянс измайловской ОПГ это был выход на новый уровень. В большой бизнес и в топ международной оргпреступности. Альянс был заключен во многом благодаря подольскому авторитету Попову, который был не только соратником Лучка, но и одновременно близким другом Антона Малевского. Какой интерес был измайловской ОПГ в 90-е с ее деньгами и связями вступать в альянс с подольскими. Для укрепления силового блока. В сумме двух ОПГ получалось более двух тысяч человек. Это довольно круто. Столько насчитывает, например, семья Гамбина, одна из самых мощных в Козаностре. Силовая поддержка для измайловских была совсем не лишней. Они вели масштабные войны за собственность одновременно в разных концах страны, где им противостояли как местные, так и враждебные московские группировки. Например, настоящая бойня шла за алюминиевые заводы в Сибири, Братске, Красноярске в Хакасии. В 93-94 году в Красноярске в ходе этой войны за контроль над местным алюминиевым заводом убили 34 человека или даже больше. Моему коммерческому директору пустили две пули в голову. Он выжил. Тогда я решил, что лучше пока платить бандитам, чтобы самому остаться живым. Простой факт заключался в том, что ты либо получаешь крышу, либо уходишь из отрасли. Мне было ненавистно платить, но другого безопасного выбора просто не было. Олег Дерипаско из интервью газете The Telegraph 24 апреля 2012 года. То есть, по подсчетам Дерипаски, только в борьбе за КРАС Красноярский алюминиевый завод было совершено 34 убийства. Было противно, мерзко приходилось платить, но КРАС он все-таки захватил. Отдельно стоит остановиться на крыше и самой измайловской ОПГ, благодаря которой она вознеслась на Олимп преступного мира в 90-е годы. Измайловские имели выход на самый верх МВД и ФСБ. Второй такой группировки с такими покровителями пожалуй, не найти. В МВД их прикрывал генерал Владимир Рушайло. Это начальник отдела по борьбе с бандитизмом в Москве в 88-м-93-м годах. Потом отец-основатель московского РУБОПа. Последний располагался на улице Шаболовка. Именно при Рушайло появилось выражение маски-шоу и поговорка «Круче солнцевских, только шаболовский». Это он с виду такой смешной. А вообще слыл беспредельщиком. Шаболовские при нем стали действительно серьезной ОПГ в погонах. Постоянно давая в СМИ ролики, где люди в масках кладут братков мордой в пол, Рушайло давал понять коммерцантам, что платить за крышу в РУБОП всяко надежнее. Это касалось не только коммерцантов. Путинский друг, бандит Рома Цепов, которого отравили полонием в 2004-м году, в шутку назвал РУБОП управлением по борьбе с плохо организованной преступностью. То есть боролся РУБОП по-настоящему с теми, кто ему не отстегивал. В этом был смысл его деятельности. В этом плане измайловские никогда не скупились. В 1999-2001 годах Рушайло был у Путина министром внутренних дел. То есть он заседал в правительстве в одно время с Ратаном. В марте 2001-го Рушайло уволили и тоже по причине международного скандала. В 2000 году за границу бежал коммерсант Джалул Хайдаров. Он много лет работал на измайловскую ОПГ в Москве и на Урале, а потом поругался с ее лидерами по денежным вопросам. Хайдаров дал совершенно феерические показания полиции Израиля, а позднее Германии, о том, как была устроена измайловская ОПГ изнутри, про то, как помощник Рушайло, генерал-лейтенант МВД Орлов, участвовал в совещаниях бандитов под текущим вопросом, как кого замочить или отжать бизнес, как Рушайло получал деньги с офшорного общака, в том числе 300 тысяч долларов, только за закрытие дела, где фигурировал главарь банды Малевский. После этих откровений Хайдарова генерал Орлов по поддельным документам бежал за границу, а Рушайло Путин страшно покарал за коррупцию, перевел с министра МВД на должность секретаря Совета Безопасности России. Путин и Рушайло. Вова, на немало ли я взял с Измайловских, как думаешь? Москва, Кремль. 12 июля 2000 года. Путин вручает Рушайло личный штандарт министра внутренних дел. На Лубянке Измайловских прикрывал генерал Валерий Печенкин, начальник контрразведки ФСБ 95-97 годов и заместитель директора ФСБ в 97-2000. С 2001-го Печенкин зам по безопасности у олигарха Дерипаски. Фактически он представлен к нему как смотрящий от Кремля. Печенкин упоминается в показаниях Джалова Хайдарова, которые тот давал в 2007 году в Германии. Там есть ошибки в деталях. В 90-х структура МВД еще называлась милиция, а не полиция. Печенкин был не руководителем ФСБ, а зам руководителя. Но в остальном клиническая картина слияния чекистов, олигархов и бандитов в один клубок вполне ясна. Из протокола допроса Джалола Хайдарова, бывшего директора Качканарского ГОКа, железные рудники на Урале, в полиции Штутгарта 12 января 2007 года. Одним из партнеров Черного и Малевского был Олег Дерипаска. Он отвечал за операции с алюминием. Можно с уверенностью сказать, что ему было известно об убийствах и методах группировки. У Дерипаски был совместный офис с Малевским, а также совместный банковский счет. У Олега Дерипаски были тесные контакты с ФСБ и полицией. Он знал, занимавшего тогда пост руководителя ФСБ Печенкина. Задача Дерипаски заключалась в том, чтобы использовать свои контакты в ФСБ в интересах группировки. Близость с ФСБ и полицией имела для группировки стратегическое значение. С помощью этих контактов можно было следить за деловыми партнерами, прослушивать их телефоны, ввести наружные наблюдения, получать их документы. Таким образом, они выясняли слабые места предпринимателей, чтобы эффективнее осуществлять вымогательства. Еще одним видным чекистом, который был связан с Измайловской ОПГ в 90-х, был полковник в отставке Юрий Заостровцев, близкий товарищ Патрушева. В 96-м Дерипаска и Миша Крыша взяли его к себе на работу в службу безопасности. В 99-м Путин вернул Заостровцева в ФСБ, сделал генералом. Потом он был заместителем Патрушева на посту директора ФСБ в 2000-2004, пока не слетел из-за дела трех китов. Торговый дом, принадлежащий семье Заостровцева, через который шла масштабная контрабанда. Заостровцев отвечал в ФСБ за экономическую безопасность, то есть за одно из ключевых направлений. Кроме того, генерал Заостровцев сам был сыном другого генерала, Евгения Заостровцева из ПГУ КГБ, внешняя разведка. Благодаря папе сынок имел обширные связи в СФР. В его окружении были международные торговцы оружием братья Жуковы, а если учесть, что контрабанда оружия часто оплачивается по бартеру, алмазами, кокаином, нефтью, то дружба с Заостровцевым-младшим была для измайловских очень даже ценной. К этому можно добавить, что друг Заостровцева Патрушев в 1994-1998 годах возглавлял на Лубянке службу собственной безопасности, то есть был главным борцом с коррупцией и криминалом в ФСБ. Поэтому с коррупцией и криминалом тоже все было хорошо. Рублевка. Суперэлитный поселок Зеленая Лощина, рядом с резиденцией Медведева. Здесь, в начале 2000-х, поселились по соседству Дерипаска и генерал Заостровцев. Поселок Клубный, всего 25 владений, самое большое у Дерипаски, 9 гектар. Большую роль в становлении измайловской ОПГ сыграл также генерал ФСБ Евгений Хохольков, он же генерал Женя, он же Ельцинский судоплатов, руководитель негласной группы внесудебных расправ в ФСБ. Под командой Хохолькова в 90-х в одно время служил подполковник Литвиненко, тот самый. Официально подразделение Хохолькова в ФСБ занималась разработкой крупнейших ОПГ, а по факту крышеванием и убийствами. Уже будучи в эмиграции в Англии, Литвиненко написал книгу «ФСБ взрывает Россию». Там, в числе прочего, он описал, каким образом в 90-е в ФСБ взошла звезда Ельцинского судоплатова. Началось все с того, что в 92-м из ФСБ уволился некий полковник Луценко, спец по борьбе с терроризмом. Уволился и возглавил ЧОП под названием «Стелс» из бывших бойцов спецназа. ЧОП работал на Измайловскую ОПГ. Луценко сохранил обширные связи среди бывших коллег по ГГБ и вскоре вышел на Коржакова, начальник охраны Ельцина, с предложением по нетрадиционным методам борьбы с преступностью. Луценко предложил создать в ФСБ подразделение, которое бы занималось физической ликвидацией лидеров преступного мира, а также иных лиц по указанию руководства страны. При этом исполнителем убийств мог бы стать его ЧОП. В тюрьме сучиных собирают в ментовские пресс-хаты для убийства и контроля над другими заключенными. Здесь предлагалось на воле создать ЧОП на подряде ФСБ по такому же принципу. По сути, Луценко предложил сделать из Измайловской ОПГ кресинного короля, крысу-каннибала, которая натаскана есть сородичей. Поскольку одна ОПГ получала лицензию на отстрел остальных в государственных интересах. Это бы резко подняло ее вес, что в итоге и произошло. Все это напоминало синдикат убийств в Америке времен Аль-Капоне. Это была особая группа гангстеров при Коза-Ностре, которая занималась только убийствами по найму. Они там убили около тысячи человек. Других членов мафии свидетелей, а также своих же киллеров-исполнителей. Правда, в отличие от России, синдикат убийств в Америке работал не на ФБР. Это были классические, неподментованные уголовники. Фото некоторых участников Murder Incorporated 1930-х. Большинство членов этой ОПГ в итоге были убиты в разборках или отправились на электрический стул. Идея полковника Луценко внедрить на государственном уровне опыт Коза-Ностры в России и создать свой синдикат убийств получила поддержку у Коржакова. Курировать тему со стороны ФСБ был поставлен Хохольков. Чопу Стелс была оказана всяческая поддержка. Он превратился в мощное боевое подразделение численностью до 600 человек с современным оружием, с средствами связи, прослушки. Как утверждает Литвиненко, Чоп Стелс показал себя неплохо. Убивали профессионально, без косяков, при необходимости сами устраняли своих исполнителей. Правда, всесилие клана Коржакова продлилось недолго. Летом 96-го он впал в немилость у Ельцина, покровителей Стелса разогнали, но Хохольков остался в ФСБ, а Чоп на какое-то время превратился в его личный бизнес с измайловской братвой. Как писал Литвиненко, предложение по нетрадиционным формам борьбы с преступностью встретило одобрение. И в скором времени при участии первого заместителя Коржакова генерала Рогозина была разработана общая программа действий. В качестве ударной силы Стелса использовалась измайловская организованная преступная группировка. Постепенно Стелс превратился в крышу измайловской группировки. Летом 96-го года после потери власти группировкой Коржакова-Барсукова-Сосковца Стелс лишился поддержки в лице государственных структур и оказался полностью под контролем измайловской ОПГ. Единственным серьезным контактом Луценко на государственном уровне оставалось УПП УРПО Управление по разработке преступных организаций которым руководил генерал Хохольков. Смелый был человек Александр Литвиненко сам бывший офицер УРПО Хохолькова фото с его могилы в Лондоне. История с ЧОВ Стелс при ФСБ которую поведал Литвиненко весьма показательна. По сути она говорит о том что подольская измайловская ОПГ порождение спецслужб и людей из окружения Ельцина. Что произошло со всем этим крестинным царством после ухода Ельцина? Ну для начала перед тем как уйти Ельцин в июле 98 назначил Путина директором ФСБ. Добрый день Добрый день Уважаемые коллеги я должен выполнить поручение президента и представить назначенного директора Федеральной службы безопасности Владимира Владимировича Путина указ подписан на Орис Николаевич в субботу Вся лубянская клоака вместе с общаком киллерами крышами перешла к Путину от предыдущих хозяев. Генерала Хохолькова правда вскоре уволили из-за скандала с подготовкой покушения на Березовского В ФСБ он официально больше не вернулся В двухтысячных числился на скромной должности советника по безопасности в госком спорте Однако созданная Хохольковым бригада убийц при Измайловской ОПГ продолжала работать только теперь на Путина и работает до сих пор совместно с ФСБ и другими спецслужбами в зависимости от задач Принятие наследства в виде бригады киллеров не вызвало проблем так как по свидетельству Литвиненко Хохольков и его команда давно знали Путина еще со времен Питерской мэрии Путин курировал Порт Петербурга известный канал Наркотранзита а также место где Подольская Измайловская ОПГ вела бурную внешнеторговую деятельность об этом мы еще поговорим чуть позже Субтитры создавал DimaTorzok Есть ли у мафиози пенсия? Должна быть если доживет В 2001 году измайловский авторитет Михаил Черной Миша Крыша решил отойти от дел а чтобы было на что жить продал свой пакет акций компании русский алюминий Дерипаски Продал в рассрочку получил только аванс остальное Дерипаска должен был заплатить чуть позже но не заплатил кинул старика Михаил Черной Миша Крыша мафиози на пенсии ныне живет на вилле под Тель-Авимом хотя и находится в розыск Интерпола Когда стало ясно что Дерипаска платить за акцию не будет Миша Крыша сильно расстроился В другое время конечно заложил бы под Дерипаску фугас и дело с концом Но к тому времени Дерипаска удачно женился на родственнице Ельцина Полине Юмашевой в 2001 году Те приняли его в свой клан свели с Путиным В то же время влияние Черного наоборот ослабло особенно после того как в 2001 погиб прыгая с парашютом в ЮАР Антон Малевский его многолетний соратник по Измайловскому ПГ Из-за этого видимо Черной решил перенести свои разборки с Дерипаской в Лондон В 2006 он подал на Дерипаску в английский суд скромно потребовав уплатить ему 3 миллиарда долларов Дерипаска отказался пошел слив компромата с обеих сторон В итоге получился один из самых громких и скандальных процессов которые когда-либо видел Королевский суд Англии Заседания посвящались тому что означает доля, крыша, понятийка The extraction of dollar from крыша victims Вымогательство доли у жертв крыши и тому подобное Из выступления английского судьи Кима Льюитса 3 октября 2012 года Как утверждает господин Черной он и господин Дерипаска заключили в марте 2001 сделку по продаже доли в Русале русской алюминиевой компании Господин Дерипаска оспаривает это Как он утверждает господин Черной не был настоящим бизнесменом и не имел никаких долей в Русале Господин Черной был вместе со своим подельником Антоном Малевским и Сергеем Поповым членом русских преступных группировок которые занимались рэкетом и предоставлением защиты от рэкета крыши Среди ОПГ особенно выделяются две Измайловская и Подольская с которым со слов Дерипаски господин Черной был тесно связан и лидерами которых были господин Малевский и господин Попов соответственно Надо отдать должное английскому суду Они неплохо разобрались с темой доли и крыши и не очень поверили что Дерипаска жертва бандитизма а не сам такой же бандит Возникли сомнения на его счет Да Семейное торжество в конце 90-х Предположительно свадьба дочери Чернова в Израиле в апреле 98-го Попов, Черной и Дерипаска жертва бандитизма На суде были представлены доказательства что Дерипаска в 2000-е то есть когда он уже породнился с Ельциным все равно продолжал платить взносы в общак Подольской и Измайловской ОПГ примерно 170 миллионов долларов в год Братву грел Выяснилось что Дерипаска и Попов дружили семьями что Попов крестный отец его дочери были представлены фото неоднократных дружеских застольей Дерипаски с бандитами в том числе на даче у Лучка под Подольском на дне его рождения в 2006-м Например мистера Дерипаску можно видеть в явно приятной ему обстановке вместе с мистером Малевским и или мистером Поповым на следующих мероприятиях день рождения дочери мистера Малевского в августе 97-го и на дне рождения мистера Лалакина в 2006-м Примечание речь идет о частных фото и видео представленных суду мистер Малевский Антон Измайловский главарь Измайловской ОПГ мистер Лалакин Лучок главарь Подольской ОПГ мистер Попов Поп авторитет Подольской ОПГ В ответ адвоката Дерипаски несли пургу что их подзащитный платил в общак вынужденно гулял на днюхе у Лучка в 2006-м тоже вынужденно а детей крестил с Попом извиняюсь за каламбур ибо таковы ритуалы крышевания в России из заявления адвоката Дерипаски Томаса Бизли в высоком суде Лондона господин Попов был еще одним из ближайших преступных сообщников господина Чернова он был авторитетом подольской преступной группировки господин Черной и его преступные сообщники вымогали долю у господина Дерипаски за крышу господин Дерипаска должен был следовать ритуалу крышевания встречаться с теми кто представлял ему крышу выказывать им дружбу и уважение то что Дерипаска оказывается не был другом Попа и Чернова а изображал дружбу в рамках ритуала крышевания привело Мишу Крышу в ярость в интервью израильской газете Гаарец в ноябре 2009 Черной заявил что Дерипаска подлец что в 90-е он был мне как сын а потом стал вхож к Путину и забыл старых друзей и даже не хочет им подкинуть деньжат на жизнь всего-то 3 миллиарда долларов поганая история вырастил Миша Крыша сына а он оказался Дерипаской женился на внучке Ельцина втерся к Путину и вместо Миши Крыши стал Вова Крыша но ритуалы крышевания те же тут ему не привыкать но с другой стороны ведь платил же Дерипаска все равно сотни миллионов долларов подольским и измайловскими при Путине все-таки уважает братву значит Дерипаска с новым папой по сути дела спор с Дерипаской с Черным в высоком суде Лондона был спором двух бандитов кто из них больше бандит к 2012 году они разошлись не на шутку сторона Дерипаски стала припоминать череду странных убийств директоров и акционеров алюминиевых заводов в Сибири в 90-е которые по их мнению организовал господин Черной в борьбе за собственность в ответ сторона Чернова обратила внимание на Юрия Борисовича Рогова друга детства и одноклассника Дерипаски который был его представителем в Германии господин Рогов курировал личные сбережения Дерипаски на Западе участвовал в операциях по отмыванию денег свадьба Дерипаски в 2001 году Рогов стоит рядом с женихом желающие также могут найти на этом фото дочку Ельцина его внучек его советника Валентина Юмашева в общем членов клана который в 90-е получил емкое определение семья в конце 2012 Дерипаска неожиданно согласился на мировое соглашение с Черным и заплатил ему 400 миллионов долларов отступных ну не так много как тот просил но все-таки прибавка к пенсии старику да и совсем забыл сказать примерно через месяц после мирового соглашения друг детства Дерипаски Юрий Рогов 45-летний здоровый мужик бывший спортсмен-тюдоист внезапно умер говорят съел что-то Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Немало было написано про то как Путин придя к власти притащил за собой наверх целый шлейф питерских бандитов из так называемой Тамбовско-Малышевской бразвы как при нем стали миллиардерами его друзья питерские авторитеты Трабер Гена Петров Сергей Васильев как они сделали Сюрдюкова министром держали на паях с Путиным акции портов верфи нефтяных терминалов как вошел в высший совет Единой России Владислав Резник питерский Решало у Тамбовских и Малышевских как во главе Газпрома стал Миллер который до того был шестеркой у Трабера в морском порту как стал нефтяным магнатом Тимченко который в 90-е поставлял бензин на бандитские нефтебазы Петербургской топливной компании которую в шутку называли Тамбовская топливная компания но есть еще одна менее известная сторона питерских связей Путина все-таки центр моргпреступности в России была и есть Москва питерские ОПГ которые держали порт и таможню держали их главным образом для москвичей то есть порт был под Тамбовской ОПГ из Питера но кокаин который через него гнали был солнцевский а спирт-рояль измайловский и подольский ярким примером как реально функционировала эта система стала организация под названием Союз Контракт многие уверены должны ее помнить Ножки Буша американские куриные окорочка один из символов 90-х в 93-м на Первом канале крутили рекламу как эти окорочка летят в Россию из-за границы Дедушка это журавли летят Нет это куриные окорочка летят Союз Контракт Другой символ Хершекола ойла косившая под известные американские бренды в рекламе его пил рыжий двоечник Сидоров который бурно радовался что ему удалось получить тройку по алгебре Хершекола вкус победы ну и наконец легендарный технический спирт роял из Голландии в народе спирт рояль который продавался по всей стране и употреблялся отнюдь не в технических целях ударить по клавишам и так далее все это и ножки и спирт рояль и Хершек для Сидорова в Россию завозил Союз Контракт частная компания с оборотами в миллиарды долларов в то время фирму основали в 91 году в Москве два студента Алексей Гольдштейн и Михаил Любович это были последние дни СССР жрать в стране было нечего и двух друзей посетила идея завести из-за границы замороженное куриное мясо товар ушел в лед его закупили снова бизнес стал расти и вскоре на Гольдштейна и Любовича обратили внимание серьезные ребята им пришлось предоставить долю в бизнесе но они же и помогли раскрутить его до миллиардных масштабов кто были эти люди в 93-м в число акционеров Союз Контракта вошел авторитет Сергей Попов Поп из Подольской ОПГ Алексей Гольдштейн тот самый студент который основал Союз Контракт в 91-м фото в далекие 90-е и в наши дни сегодня он уже не при делах в 97-м бандиты выкинули его из бизнеса за ненадобностью но поначалу когда Поп только зашел в Союз Контракт все было в ажуре Адольские и Измайловские бандиты принесли в бизнес свои связи в Америке и Петербурге если поначалу Гольдштейн и Любович брали окорочка в Европе то теперь пошли поставки из США и в огромных объемах раскрутить бизнес с Америкой помогли бандитские партнеры США бригады Эфроса из Сан-Франциско авторитет Эфрос позднее стал даже вице-президентом Союз Контракта кстати при Путине авторитет Эфрос перебрался из Америки в Россию как и практически все боссы русской мафии в США в Россию приехал не только Эфрос но и Марат Балагула легендарный босс брайтонской мафии и партнер семьи Луккезе при Путине в Россию переехали Моня Эльсон Моня Кишиневский и Борис Найфельд Биба крупнейшие брайтонские бандиты переехал Могилевич спокойно живет в Сочи хотя уже много лет в розыске ФБР кто сказал что программа возвращения соотечественников не работает однако Подольская Измайловская ОПГ помогла Союз Контракту не только со связями в Америке огромную роль сыграли их связи в Петербурге поставки Союз Контракта стали идти через питерский порт и в том числе их пустили в Святая Святых на базу торпедных катеров Ломоносов которую с 94-го бандиты превратили в главную дыру в морской границе РФ там работали только избранные остальных отстреливали в 1994-м с согласия мэрии города вопрос курировал Путин командование Балтфлота и местного ФСБ его главой был Черкесов старый друг Путина по КГБ причалы военно-морской базы Ломоносова 40 км от Питера были сданы в аренду Братве бандитской компании Русское Видео там не было ни таможни ни контроля можно было возить чего угодно в обоих направлениях именно в Ломоносове разгружались корабли с окорочками спиртом Рояль и другими грузами Союз Контракта Черкесов и Путин в 70-х в одном кабинете в КГБ сидели в 90-х Путин в мэрии курировал порт а Черкесов как глава местного ФСБ борьбу с контрабандой в нем Николай Коварский вице-президент Союз Контракта в 90-х вспоминал позднее в интервью Форбс что в то время из питерского порта без определенных договоренностей нельзя было вывести ни курицы это действительно так порт держали бандиты а определенные договоренности с ними заключались через авторитет Попа мои возможности связи в разных кругах конечно глупо было не использовать скромно сказал сам Поп в ответ на вопрос журналистов о своем участии в делах Союз Контракта и добавил окорочка в то время были гораздо интереснее чем алюминиевый бизнес субтитры Еще в начале 90-х фирменным бизнесом Подольской ОПГ стали финансовые аферы. Например, пирамида «Властелина» 92-94 годов, когда с частных вкладчиков собирали деньги на покупку автомобилей и коттеджей за полцены, а также депозиты под 200% годовых. «Властелина» была детищем Подольской ОПГ. Как-то принято в финансовых пирамидах, какое-то время со старыми вкладчиками расплачивались деньгами новых, пока осенью 94-го не наступил крах. Сумма собранных денег по скромным подсчетам превысила 200 миллионов долларов. Однако в тюрьму за них отправилась только одна мама Валя, Валентина Соловьева, бывшая кассирша из парикмахерской в Ивантеевке. Она была лицом проекта, директором фирмы, которая непосредственно собирала деньги. Однако «Властелина» — сущая мелочь по сравнению с тем, что Подольские проворачивали при Путине. В ходе аферы «Ландромат» в 2011-2014 группа банков перегнала из России за рубеж 20 миллиардов долларов по молдавской схеме — фиктивным решением молдавских судов. В основном это были деньги от коррупции, распила бюджетов и серый импорт — оплата контрабанды. Вообще «Ландромат» в переводе с английского означает «прачечное самообслуживание». А вот финансовый «Ландромат» в России при Путине был под крышей Подольских. Из 20 миллиардов долларов, выведенных денег примерно 10 миллиардов, ушли за бугор через русский земельный банк, принадлежавший человеку по имени Александр Григорьев. Это бывший боксер, член Подольской ОПГ и подставное лицо Лучка. Про «Ландромат» стало известно в начале 2014-го. Им озаботились сами власти Молдавии. В какой-то момент поток грязных денег из России превысил годовой ВВП этой страны. Раза так в два. В итоге схему прикрыли, а Григорьев в ноябре 2015-го был арестован. Но к тому времени деньги уже давно испарились в офшорах. Мама Вали на суде, лихие 90-е. Сумма аферы — 200 миллионов долларов. Боксер Григорьев на допросе. Тихие 2010-е. Сумма аферы — 20 миллиардов долларов. Как положено в бизнесе по отмыванию денег, создатели «Ландромата» приняли меры, чтобы запутать следы. Молдавия была только первой остановкой. Деньги из России приходили в местный Молденконбанк, а дальше их гоняли туда-сюда по всему миру, от Гонконга до Латвии, чтобы труднее было вычислить, чьи они. Власти Молдавии не стали сами копаться в этом, а просто передали банковскую базу данных 76 тысяч платежек в организацию под названием «Центр по изучению коррупции и оргпреступности». Это международное объединение журналистов-расследователей. Они-то «Ландроматы» раскрутили. Примечательно, что «Ландромат» или «Молдавская схема» — это только одна из схем, по которой работал Григорьев и его банки. Были и другие, например, зеркальные сделки между Промсбербанком из Подольска, еще один банк Григорьева, и Дойчебанком в Европе. В течение многих лет Промсбербанк каждый день совершал фиктивные сделки с Дойчебанком на европейских биржах с единственной целью — вывода валюты из России за рубеж. Таким путем ушло еще 10 миллиардов долларов. Судя по данным МВД РФ, озвученным при аресте Григорьева в ноябре 2015-го, всего через его банки по всем схемам было выведено за рубеж и обналичено около 50 миллиардов долларов. В мировой индустрии отмывания денег это, пожалуй, рекорд. И установлен он Подольской ОПГ. Ну а если учесть, что все эти ландроматы работали под крышей спецслужб, что вдоль с Григорьевым и Лучком был, например, вот этот человек, а также вот этот человек — это двоюродный брат Путина, Игорь Путин, то небывалый размах финансовых афер Подольской братвы уже не вызывает удивления. Хорошо, что они два ВВП Молдавии перегнали за рубеж, а не весь ВВП России. Что в этом бизнесе делал родственник Путина? Это старый знакомый Григорьева. Да, путинская родня связана с Подольской ОПГ. Как они познакомились, история умалчивает, но последние 10 лет Игорь Путин и Александр Григорьев были вместе в нескольких видах бизнеса. В частности, Игорь Путин был членом Совета директоров Русского земельного банка, ключевой банк Молдавской схемы. Он же был членом Совета директоров Подольского промсбербанка, ключевой банк Зеркальной и других схем. И самое главное, он был в этих банках как раз в 2011-2013 годах, в разгар нелегальных финансовых операций там. Путинский брат потом, конечно, отмазывался, что я ничего не знал, что виной всему некие недобросовестные люди, менеджеры. На самом деле, Игорь Путин – это пустое место, абсолютно не самостоятельная фигура. До 2000-го он был мелким чиновником в Рязани, и весь его бизнес потом, места в Советах директоров и так далее. Это протекция высокого родственника. То, что Игорь Путин оказался в компании ребят из Подольской УПГ в эпицентре их знаменитой финансовой прачечной, означает только одно – там оказался сам Путин. Он был в доле с Подольскими. Это нормально, кстати, для воровских режимов. Допустим, Янукович на Украине в бытность его президентом тоже был в доле на рынке обнала и отмыва. А чего такого? Если где-то что-то можно украсть, надо непременно это сделать, иначе зачем тебя президентом поставили? 22 октября 2014 года первый замглавы администрации президента РФ Володин произнес знаменитую речь на Валдае, где заявил «Есть Путин, есть Россия». Нет Путина – нет России. Нет Путина – нет России сегодня. Поэтому нас может спасти только консолидация вокруг президента и поддержка его позиции. Это заявление вызвало немалый резонанс. Сам по себе Володин знатный вор из «Единой России». А фразу свою он украл у немецкого фашиста Рудольфа Гесса. Только тот говорил ее про Гитлера. Понятно, что путинский режим имеет все признаки фашистского. Однопартийная диктатура, культ фюрера, агрессия и милитаризм, пушки вместо масла. Последний лозунг, кстати, тоже придумал Рудольф Гесс. Правда, пускать масло и сыр под бульдозер они не додумались. Но гораздо более прискорбно другое. История России насчитывает много веков, но еще ни разу до Путина во главе не стоял столь откровенный вор. Лживый, приблотненный чекист, вся власть которого заточена под обогащение себя и своего клана. Причем этот вор и его клан доворовались уже до того, что в России средняя зарплата стала ниже Китая и Мексики. Ой, добрый день, дорогие мои. Что тут сегодня вкусного? Самая богатая страна в мире, да. При этом они еще имеют наглость утверждать, что Путин символизирует Россию. Нет его, нет России. Ну и символ они подыскали.